Обсудить важные для Зубачева вопросы жители решили на деревенском сходе. Несмотря на то, что деревня фактически входит в состав городского поселения и является буквально частью Сергиева Посада, до сих пор здесь отсутствует большинство признаков города, жалуются местные. Полсотни домов, транспортного сообщения нет, благоустройство тоже хромает. Недавний случай, когда энергетики заехали на частную территорию, ухудшили ее внешний вид, вспоминали и на этом собрании. Заехали на частную собственность, на огород. Когда люди уже вышли и остановили, тогда они прекратили. А то канавы там и так далее сделали. Как свет отключать? И уже Мосэнергосбыт, это уже не первый случай, когда они приезжают в нашу деревню и ломают, вот именно ломают. Вот здесь у нас, кто не знает и не помнит, вот здесь по деревне проходил тротуар. Сейчас стоят столбы на этом месте. Вот как можно было на тротуаре поставить столбы? О, говорили, приезжал сюда, скорее всего, не энергосбыт, а, как я выяснял, приезжал Тиханов. Кстати, ваш депутат Тиханов. Поэтому, ну, наверное, везде есть нерадивые работники. Я вам вот им сказал, о шалашей жалобе, да, он сказал, ситуацию поправят и так далее. Поэтому, в принципе, ну, везде есть, я еще раз, нерадивые работники. Если была такая ситуация, надо просто нам звонить. На встречу с местными жителями приехал глава Сергиева посада Константин Негурица. Он и Иван Антончук, также присутствовавшие на собрании, являются депутатами горсовета по этому округу. Представители власти буквально закидали вопросами. Где пешеходная зона у нас? Скажите, отвечайте, вот там, где нам детская площадка? У нас для галочки все это делалось. Я вот старый раз спросил, сколько здесь постоянно зарегистрированных жителей? Вы сейчас собрались, у вас много домов. 50 человек, да? Все остальные, у вас здесь не основное жилье. У вас есть жилье где-то, да? И мы вами, я еще, я закончу, да? И мы, соответственно, вами занимаемся в рамках многоквартирных жилья. Что касается благоустройства деревни, я могу сказать одно. В 2018 году, значит, в вас в планах нет, но в планах пятилетки нашей депутатской вы есть. И все же самый главный и жизненно важный вопрос для жителей Зубачева – газификация деревни. Данную процедуру здесь ждут уже много лет. За это время от власти всех уровней накопилось большое количество бумаг. Однако в ВОЗ и ныне там. План газификации городского поселения. Наша деревня стояла на 16-17 год. Вот в этих отписках уже 18-19 год. Проблема еще и в том, что многие, устав ждать, и готовы были бы заплатить. Однако цена, которую выставляют газовики, уж больно высока. Труба с газом проходит вот здесь вот рядышком по улице до моего дома от этой трубы. Порядка 300 метров плюс-минус там расчеты были проведены на глаз. Был проведен онлайн-расчет. Стоимость составила миллион от миллион восемьсот шестьдесят. Дальше уже даже неинтересно. В связи с этим я задался вопросом, а это мое только подключение такое или нет. Я вбил адрес своих же соседей туда же, которые ближе, ну, на сто метров, на пятьдесят метров. Это тоже не поменяло никак расчет. Сумма вышла та же самая – миллион восемьсот шестьдесят. Если провести небольшую калькуляцию, то погонный метр трубы будет стоить порядка шестидесяти метров. Это должна быть цельно тянутая золотая труба. Это вызывает удивление, откуда такие цены и когда он окупится. В настоящее время отапливаюсь и дровами, и электричеством. Стоимость отопления порядка двадцати тысяч, что является непомерной ношей для семейного бюджета. Как пояснил Константин Негурица, бюджетные деньги на газификацию деревни Зубачева нельзя использовать. Постановление 13.14 о технологическом подключении фактически запрещает вмешиваться администрации городского поселения, поскольку все дома деревни, то есть потенциальные потребители газа, являются частными, а не муниципальными. Сейчас есть такой закон 13.14, постановление правительства, который говорит, что газ дается потребителям. Администрация здесь потребителем не является, у нас здесь нет ни одного объекта. Были бы мы, была бы другая ситуация. Мы вам обещали, что мы приложим все усилия, как депутаты, чтобы попытаться здесь вам сделать газ, по крайней мере попробовать сделать здесь газ за бюджетный счет. Потому что у нас по закону есть такое полномочие, такое вопрос введение, как оказание содействия, организация, газификация. В свое время, до принятия этого закона, была такая возможность, когда администрация прокладывала трубы, а к трубам уже подключили. Мы попробовали эти вещи, обращались, соответственно, в Google ГАЗ с просьбой выдать нам технические условия. Нам отказано. Однако выход есть, говорит глава города. По крайней мере, такие варианты точно нельзя списывать со счетов. Самое главное, чтобы и власти, и жители действовали совместно. Тогда и результат не заставит себя ждать. Я бы предложил пойти следующим путем. Вы определитесь, либо в части некоммерческого партнерства, либо, говорят, можно, когда самая дальняя точка дает заявку на газ. Вы подаете заявку в Минтечный Межрайгаз, а дальше мы попытаемся подключиться с точки зрения того, чтобы... Пойдем к министру энергетики, вот это работа будет администрации. Пойдем в Мособлгаз и будем просить каким-то образом минимизировать те расходы, которые связаны с подключением газа.